Кто торгует персональными данными россиян? Паспорт 1500, геолокация 15. Кто торгует персональными данными россиян? Анастасия Гнединская. Пробьем все перемещения граждан России самолетом, поездом, автобусом. Полное досье на человека, паспортные данные, декларация о доходах, судимости. Это реальные предложения с форума, где торгуют персональными данными. Здесь предлагают купить сканы ваших паспортов, водительских прав, и ин, уверяют, что могут прочитать ваши СМС и определить местоположение в конкретный день и час. Здесь анастасия с вами знают все, в какие магазины мы ходим и сколько откладываем на черный день. Обозреватель РИА новости выяснила, кто торгует личной информацией, а также попыталась заказать досье на саму себя. На меня записали пять фирм. Виктория Лунина многодетная мама. Работает шеф-поваром в детском саду, живет в Сургуте. В июне прошлого года она случайно узнала, что является еще и предпринимателем средней руки. В соцсетях со мной связался человек, представился оператором налоговой службы. Сообщил, что мне срочно нужно приехать в Москву и закрыть пять фирм, учредителем которых я числюсь. Но сначала нужно оплатить налоги 512 тысяч рублей. От возмущения Виктория начинает проглатывать слова. На Викторию Лунину мошенники записали пять фирм и два микрокредита. Фото из личного архива Виктории Луниной. Незнакомцу она, конечно же, не поверила. Но собеседник выслал выписку из Егрюл, где Лунина Виктория действительно значится учредителем и директором ПТООО. Такой коммерческой прыти многодетная мать от себя не ожидала. Ее бизнес-интересы охватывали и торговлю сигаретами, и продажу леса, и строительство, и даже разработку проектной документации. Учитывая, что Виктория никогда не оформляла даже статус индивидуального предпринимателя, выглядело это странно. Все фирмы, которыми теперь владела Лунина, были открыты в двухмесячный срок. А сама она, несмотря на то, что по бумагам была и гендиректором, и учредителем, не имела доступа к финансовым потокам. Многодетная мама Виктория Лунина. Фото из личного архива Виктории Луниной. Я тут же побежала в местную налоговую, узнать, откуда взялся этот долг. Меня успокоили, сведения о задолженности у них нет. Но через несколько месяцев приставы наложили арест на мою машину. Оказалось, на меня записали еще и два микрокредита, на 122 тысячи рублей и на 46 тысяч. Я поняла, что моими данными воспользовались мошенники, подала заявление в полицию. Однако в течение года на него никто не реагировал. Пока не стало ясно, что в похожей ситуации оказались еще несколько десятков сургутских женщин. На них также открыли ООО либо записали кредиты. Сейчас в списке пострадавших 58 человек. На каждую в среднем зарегистрировано от трех до восьми фирм. На одну умудрились записать 17 контор. Многие предпринимательницы по неволе сейчас находятся в декрете. Они не так давно оформляли материнский капитал, а потому уверены, утечка персональных данных произошла в одном из учреждений, куда они подавали документы. Данные из отчета. Что-то еще нужно? Набирается беседник. Передвижение пробить. Или, может, доступ к камере наблюдения на подъезде. Я выхожу из подставного аккаунта. Удаляю переписку. Но понимаю, если кому-то будет нужно, меня найдут. Скриншот беседы с пробивщиком. На этот форум без подсказки не набредишь. В принципе, он только для тех, кто в теме. Впрочем, достаточно найти нужное сообщество во ВКонтакте и ссылка переносит тебя прямиком на сайт с нелегальным контентом. Здесь торгуют любыми сведениями о человеке. Точнее, связывают заказчика и продавца. Дальнейшее общение и передача информации происходит в анонимных мессенджерах. Паспортные данные и номер телефона – самое безобидное из рекламируемых услуг. Вот несколько типичных предложений, пробием счета в банках и выписки по ним, баланс карты плюс 5 последней операций, банкоматы, где снимались деньги, адрес и сумма снятия. Скрин с форума, на котором продают данные. Пакет негатив, судимости, задолженность по налогам, штрафы ГИБДД, исполнительные производства судебных приставов. Пробив по системе поток, марка, модель и госномер автомобиля, фото, адрес фиксирующей камеры, направление движения, дата и время фиксации. Знают здесь о передвижениях не только машин и денежных средств, но и людей. Дельцы уверяют, что могут подключиться к системе розыск-магистраль, которую используют оперативные ведомства. В ней сохраняется информация обо всех передвижениях на авиа и железнодорожном транспорте, паромах, междугородних автобусах. Скрин с форума, на котором продают данные. А это уже предложение с другого ресурса, продам доступ к камерам Москвы. Более 135 тысяч камер, расположенных на домах, подъездах, улицах во всех районах города. Ими можно крутить, делать скриншоты, увеличивать, выгружать архив до 5 дней. Связываемся с продавцом. Доступ к камере сколько будет стоить? 4К, 1000 рублей. Примечания редакторов. А районы все есть? Пишите адрес, посмотрим. Через полчаса в мессенджеру мне присылают скрин с камеры видеонаблюдения на соседнем подъезде. В качестве примера преступники выслали видео с камеры на другом подъезде. Вот пример. Это другой под, видимо, подъезд. Примечания редакторов. Я даю вам ссылку, по которой открывается онлайн-плеер. Там можно посмотреть архивы за 5 дней. Live. Live. Прямой эфир. Примечания редакторов. Бонусом сделаем. Будете оформлять. Единственное, что не продают, пины от карт конкретных людей. Кажется, тут есть все. Сведения о браках, разводах, детях, привлечении к уголовной ответственности. Даже несколько предложений пробиво по базе Интерпола. В основном эти данные сливают инсайдеры из числа сотрудников полиции. Объясняет РИА Новости. Эксперт по системам предотвращения утечек данных. Основатель и технический директор компании. Device Lock. Ашота Ганесян. В мошеннических схемах они вряд ли пригодятся. Основные потребители этих услуг супруги, подозревающие вторую половину в изменах, а также частные детективы. К слову, не так давно одного сыщика из Нижнего Новгорода привлекли к уголовной ответственности. Он, пользуясь доверительными отношениями с сотрудниками МВД, получал доступ к их базам данных. В итоге ему присудили штраф в 150 тысяч рублей. Эксперт по системам предотвращения утечек данных Ашота Ганесян. Фото, из личного архива Ашота Ганесяна. Если информации о человеке нет у полиции, ее обещают выкрасть у сотовых операторов. Пробив по номеру телефона также одна из самых популярных услуг. Помимо детализации телефонных соединений, предлагают определить геолокации абонента, а также передать любому желающему распечатку ваших СМС. Стоимость услуги от 160 тысяч рублей. Но, как предполагает Аганесян, даже столь подробная подноготная вряд ли привлечет мошенников. Скорее это также комплект для желающих разобраться в супружеских изменах. А вот с счетами в банках, открытыми на чужое имя без ведома человека, преступники могут заинтересоваться. Пример выписки по счету от пробивщика для потенциального клиента. Предоставила Шота Ганесян. Некоторые пробивщики предлагают приобрести открытые счеты в банках. По почте они присылают конверт, в котором находится сим-карта с привязанным к ней интернет-банком, копией договора, пин-кодом. Счет оформлен на совершенно постороннего человека и им может оказаться любой из нас. Злоумышленник полностью управляет этой карточкой, обналичивает черные деньги, оплачивает нелегальные услуги. Но у всех, в том числе и у правоохранительных органов, будет впечатление, что деньги снимает владелец счета, описывает схему Аганесян. И если дойдет до расследования, полицейские придут именно к нему. Видимо, в Сургуте на декретнице оформили подставные фирмы примерно так же. Такой пример выписки по счету пробивщики присылают потенциальным клиентам. Предоставила Шота Аганесян. По словам Аганесяна, единственное, что пока еще не предлагают на черном рынке, пин-коды к картам конкретных людей. Впрочем, несколько пробивщиков уверяли, что способны достать доступ к интернет-банку для юрлиц. Сейчас много мошеннических схем связанной со сменой гендиректора. Заинтересованные лица получают доступ к электронной цифровой подписи, меняют гендиректора, после чего могут распоряжаться счетом через интернет-банк. Легитимное юрлицо узнает о подмене довольно быстро. Но к этому моменту счет компании уже успеют опустошить. Микрокредит по тем комплектам документов, что продают на черном рынке, можно оформить. Думаю, раньше было можно, сейчас нет. Во многих микрофинансовых организациях ввели видео-подтверждение. Теперь, чтобы оформить заем, человеку нужно связаться с оператором лично по скайпу или ватсапу и подтвердить свое согласие. Базы данных людей с достатком Помимо пробива, на форумах продают всевозможные базы данных, начиная от телефонов чиновников и заканчивая контактами людей с достатком, покупателей дорогих часов, бильярдных столов, владельцев люксовых авто, посетителей элитных фитнес-клубов. С какой целью приобретают такие сведения, догадаться несложно. Интерфейс закрытой базы данных, которая нелегально продается на одном из московских рынков. РИА Новости, Руслан Кривыбак На самом деле, несмотря на то, что подавалось это как сенсация, данные в этих базах были довольно старые, 2014 года. Но это, конечно, не исключает того, что большинство паспортов и телефонов действующие, уточняет Аганесян. На сегодняшний день, как заверили РИА Новости в райском надзоре, доступ к хранилищу этих баз заблокирован. В числе исполнителей клерки и чиновники. Ашот Аганесян не сомневается. Все данные кибермошенникам поставляют инсайдеры из сотрудников банков, сотовых компаний, колл-центров. Не зря в крупных российских банках сотрудникам запрещено фотографировать экраны рабочих компьютеров. Основатель и технический директор компании. Девайс Лок Ашот Аганесян Фото, из личного архива Ашота Аганесяна. Исполнители-продавцы ищут на тех же теневых форумах. Типичная вакансия выглядит так, ищу работников банков. Интересуют дебетовые карты, сканы паспортов. Диалог начинаем с названия банка и ваших возможностей в нем. Видимо, на такое предложение откликнулась бывшая сотрудница офиса продаж одного из мобильных операторов Анаэс, проживающая в Саранске. Но так как с работы на тот момент она уже уволилась, помочь она попросила бывшего коллегу Анатолия П. Тот согласился. В течение нескольких месяцев он передавал Анеэс реквизиты документов и сведения о денежных средствах на счетах абонентов. За комплект предприимчивая девушка платила коллегии 200 рублей, перепродавала данные уже за 500. В результате такого сотрудничества Анатолий П. заработал 15 тысяч рублей. Анаэс в несколько раз больше. Неизвестно, сколько бы просуществовал этот бизнес, если бы в их деятельность не вмешались сотрудники ФСБ. В итоге обоих приговорили к условным срокам. Анатолию дали год и семь месяцев, а не год и четыре. Спустя полгода в Новосибирске вынесли приговор двум сотрудникам МТС, которые с целью перепродажи скопировали на жесткий диск базу данных на 500 тысяч абонентов. Работали опять же в паре бывшей сотрудники действующей. Согласно приговору, некто Никита Чернецов, к тому моменту уже уволившийся из офиса продаж, сообщил коллеге, что у него имеется заказчик в лице фармакологической компании на приобретение сведений об абонентах. Кроме того, об аналогичной услуге его попросила знакомая супервайзер. Чернецов выставил цену в 3 рубля за одну запись, но заказчицу удалось торговаться по рублю. Учитывая, что база содержала 500 тысяч записей, выручить молодые люди предполагали полмиллиона. В июле 2018 они прошли в офис компании и попытались переслать базу себе на почту. Но файл был слишком большим. Разделили его на две части. При передаче, правда, выяснилось, что в базе много повторяющихся записей, поэтому продать ее, как отмечается в приговоре, Чернецову удалось всего за 26 тысяч. Во время предварительного следствия его подельник Виталий Иванов уверял, что поддался на уговоры друга. Якобы Чернецов утверждал, что неоднократно выгружал и продавал сведения об абонентах и об этом никому известно не было. Серверная комната РИА Новости Максим Боготвид Согласно приговору, имея доступ к базам данных физических лиц избиратель, обращения граждан, очереди в детские сады, перепланировка и перевод жилых помещений в нежилые, Грибанов скопировал информацию, создал свою базу, доступ к которой продавал за символическую плату в 1,5-2 тысячи рублей. К слову, среди клиентов Грибанова были и коллекторские агентства. Покупателям данных тоже грозит уголовная ответственность. Нередко в такого рода преступлениях обвиняют сотрудников полиции. Адвокат Вадим Кудрявцев рассказал РИА Новости, что защищал нескольких полицейских, которые сотрудничали с бизнесменами и передавали им информацию о конкурентах. Как правило, в этих случаях обвинения предъявляют по части 2 статьи 137 и к нарушению неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Но как правило, всем дают условно зал судебных заседаний. РИА Новости, Игорь Заремба Основную опасность таких контор по пробиву адвокат видит в том, что их услугами часто пользуются криминальные структуры черные риелторы, рейдеры. Они ведь не просто так начинают охоту за недвижимостью. Сперва составляют досье, кто прописан в заинтересовавшей их квартире, есть ли наследники, иные собственники. Собрать данные как раз помогают подобные конторы. Нужно знать, уголовная ответственность ждет не только продавцов данных, но и покупателей. Их действия также подпадают под статью 137, только первую ее часть. Как-то я защищал женщину, которая решила улечить мужа в неверности и заказала распечатку его телефонных звонков. Она, конечно, доказала, что измена была, однако сама стала подозреваемой. Стоят ли эти данные судимости? Думаю, нет. Уголовный кодекс. Иллюстрация РИА Новости. Все ссылки на форумы, где торгуют персональными данными, РИА Новости передала в Роскомнадзор. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампилонский объяснил, что, прежде чем заблокировать доступ к сайту, нужно обращение от граждан субъектов персональных данных. Затем мы выходим на владельцев сайта с требованием удалить информацию как противозаконную. Если реакции нет, мы можем подать иск в суд с требованием блокировки. Впрочем, как объяснил Ампилонский, на этих ресурсах сведения о персональных данных не находятся в открытом доступе. Есть ряд объявлений, а дальше происходит прямое общение между пользователями. Чтобы зафиксировать факты нарушения законодательства, нужны полномочия по оперативно-розыскной деятельности, которыми мы не обладаем. По словам представителя Роскомнадзора, сотрудники ведомства постоянно мониторят такого рода сайты и сообщества в социальных сетях. Если ресурс дает прямой доступ к базам данных и есть обращение от граждан, мы его блокируем. Если только объявления, передаем информацию в МВД. На момент публикации сообщества во ВКонтакте, а также форум все еще были активны. Вернуться на главную и вернуться в начало. Продолжение следует...